Лечебные свойства по границе, по грову цвета, убирает красноту лица, снимает головную боль. Вот если вы найдете такую пурпуровую ткань, Иди, Рыж, давай, иди сюда. Вот если вы найдете такую пурпуровую ткань, Ну, найдете, конечно, их полно. Лучше шелк и лучше вот именно вот такой цвет заката с фиолетовыми такими элементами темного цвета. Значит, окутаете голову на ночь, ложитесь спать. Головные боли снимают, улучшает кровообращение мозга. И очень часто протирали этой красной тканью лицо по утрам. Снимает красноту и через некоторое время начинает разглаживать кожу. Но это нужно постоянно делать и долгое время. Поэтому, естественно, лучше прибегать к заговорам, ритуалам, быстрее помогает. А вот именно эта ткань обладает определенным таким свойством, Потому что там собрано несколько различных энергий цветов. И она очень сильна. Но очень долго на этот цвет смотреть нельзя. Это агрессивный цвет. Вообще лучше, конечно, в доме, чтобы были более мягкие, спокойные тона, Успокаивающие нервную систему. Поэтому и в красных комнатах, и с красными шторами и прочее спать не рекомендую. Потому что мы, когда спим, наш мозг в любом случае функционирует. Наше внутреннее сознание видит все. Понимаете? Оно наблюдает. Именно поэтому закрывали. Вот эти кровати, в которых шторы, мы закрывались вокруг. Это не просто так. Такой сон дает успокоение мозгу. В маленьком месте как бы много не видит наше внутреннее вот это вот видение. И спокойно засыпает. А агрессивные цвета, они со временем начинают вызывать галлюцинации. Начинают вызывать неприятные воспоминания. Начинают вызывать не очень хорошие вот такие внутренние чувства. И это может вылиться в психическое такое неуравновешенное состояние. Так что такой цвет может и исцелить, может и искалечить, если неправильно использовать. И кроме всего против, еще раз вам напомню, что стоит носить красный цвет. Что-нибудь красное. Красный цвет притягивает удачу. Хотя хочу, чтобы вы понимали, что удача без наших усилий просто так не придет. Но если у нас есть, если мы прилагаем усилия, если мы работаем над собой, если мы трудимся и еще и просим эту удачу, то это все плюсуется и приходит в нашу жизнь. Продолжение следует...